Приветствую всех любителей бокса и хотел бы представить вашему вниманию предматчевый анализ поединка, который состоится в пятницу 12 июня в польском городе Канари в местном дворце, хотя назовем это банальной усадьбой местного помещика, в котором Мариуш Вах будет оспаривать вакантный титул интернационального чемпиона Польши в тяжелом весе против Джорни Мэна Келвина Джонсона. Для начала, что такое титул интернационального чемпиона Польши? Этот пояс предполагает проведение поединка поляка против представителя любой другой национальности. И в принципе, как бы должен добавить конкуренции, хотя надо признать, что организатор этого вечера бокса, это промоутерская компания Мариуша Ваха, Вах Боксинг Тим, абсолютно, в общем, как бы не интересует какая-либо конкурентность. Для них сейчас главное вернуться в игру, вернуть бокс польским любителям бокса. И, собственно говоря, здесь какие-либо высокие претензии к организаторам предъявлять не стоит. Есть бокс, как говорится, и слава Богу. Все мы прекрасно помним Мариуша Ваха, довольно-таки рослый парень. По-моему, я лично с ним знаком, могу сказать, что добрейшего и открытийшего человека только можно себе представить. И в этом его есть проблема. В нем нет вот этой убийственного инстинкта, который, допустим, присутствовал у Майка Тайсона. И вот благодаря вот отсутствию желания покалечить или убить соперника, ну, в разумном смысле этого слова, конечно, Мариуша Вах. И у Мариуша Ваха не получилось доминировать на профессиональном ринге. И отсутствие большого класса, скажем так, в общем, только усугубило вот проблему Мариуша Ваха. Мы видели, как он прошел героически 12 раундов против Владимира Кличко. Как он проиграл техническим нокаутом в конце поединка Александру Поветкину. И, собственно говоря, как он возвращался, то есть уже без каких-либо претензий. То есть Мариуш Вах согласился с тем, что чемпионом ему уже, собственно говоря, не стать. Поэтому единственное, чем он может зарабатывать на жизнь, кроме небольшого бизнеса вне бокса, это, собственно говоря, организацией поединков и проведением боев, где именно особо Мариуша Ваха является своеобразным магнитом. И Келвин Джонсон выбран для Мариуша Ваха как боец, который вполне предсказуем. Мы неоднократно видели поединки Келвина Джонсона против Александра Задорожного и других представителей. И понимаем, что Кевин Джонсон это тот человек, который живет чисто благодаря тому, что проводит поединки. Поэтому для него главное не выиграть, для него главное не получить травму, поскольку там раз в два месяца, а то и раз в месяц Келвин Джонсон проводит бои. Поэтому можно предположить, что поединки против Мариуша Ваха Келвин, как всегда, займет позицию второго номера. Будет максимально оберегать себя от того, чтобы не пропустить тяжелых ударов от Мариуша Ваха. Ну, в свою очередь, будет очень, скажем так, занимая выжидательную позицию, искать тот момент, когда он сможет ответить. Не столько сработать на опережение, сколько дождаться окончания атаки Мариуша Ваха и сработать в ответ. Опять же, без особых претензий, потому что уже намечены даты у Келвина Джонсона, когда он будет проводить следующие свои поединки. Поэтому травмироваться Келвин Джонсон не собирается. Если уж туго слишком Келвину придется, если действительно Мариуша Вах захочет его, скажем так, нокаутировать, то Келвин Джонсон спокойно сольется. Либо проиграв техническим нокаутом, то есть став на колено и показав, что он не хочет продолжать поединок, либо отказавшись от боя в перерыве между раундами. Ну, подводя итоги, мы хотим сказать одно, что бой Мариуша Ваха против Кевина Джонсона был бы, скажем так, вне нашего внимания, если бы была альтернатива. Но поскольку альтернативы нет, мы и предполагаем, предматчивать, предлагаем, точнее предматчивать анализ этого поединка. Подводя итог, Мариуш Вах победит либо техническим нокаутом в последних раундах боя, либо победит единодушным решением судей. Ну, а посмотреть бой или не посмотреть, выбирать, конечно же, вам, на мой взгляд, начинать боксерский уикенд можно и хотя бы из такого вечера бокса. Спасибо большое вам за внимание, заходите на наш YouTube канал, подписывайтесь на него, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Делитесь нашими видео, оставляйте свои комментарии и лайки, ищите информацию о нас в социальных сетях и пабликах, становитесь нашими друзьями на Facebook, если можете помочь нам в нашем развитии. Будем рады сделать большой, великим вместе с вами. Заходите на наш информационно-аналитический ресурс theboxing.com.ua и пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow.gmail.com И, как всегда, держите удар, как в ринге, так и в жизни.